Здесь никому ничего не нужно. Мы уже в течение 20 лет платим. Уже я посчитал, так прикинул, около 100 тысяч каждая квартира выплатила. На техобслуживание мы еще ничего не получили. Ни гвоздя нам никто не убил, ни одного. Даже дворника мы не видим. Проблема с кровлей и крышей. Обращались в домоуправление тогда, еще 10 лет назад, по-моему. Обращались, обращались. В общем, за свой счет, у кого деньги были, перекрыли им крышу. А то, кто не платил, особенно это государственная квартира. Ну, где-то третья часть крыши осталась не отремонтирована по сей день. Все течет, балкон из-за этого все пропадает. Я не знаю, как это дальше будет выглядеть. Хотелось бы, чтобы власти города обратили внимание на наш дом, повнимательнее присмотрелись, в каком состоянии крыша. Несколько лет назад деревья росли у нас на крыше, приехали, выдернули эти деревья. Вот, а теперь вот в таком состоянии. Балкон, который находится со стороны двора, течет, как решето, на первый этаж. Из-за того, что крыша неремонтируемая, отливы не сделаны, влага поступает в подвал. Подвал сырой, прогнили балки. Вот в результате получалось, что полы провалились. Это у нас лестница. Она очень опасна. У нас много детей в доме. Были случаи, когда люди уже проваливались по этим ступенькам. Нам везде идет отказ. Даже горжилная инспекция отказала нам в замене лестницы. Сказали, что она в рабочем состоянии, хотя на самом деле это не так. Обратите внимание на высоту грил. Здесь даже ребенок может нечаянно просто улететь вниз. Но нам говорят, что это нормально. Даже по стандартам эти перила очень низкие. Балкон похож на какой-то свинячий замор. Ко мне скорая приезжала, они боятся подниматься сюда. Врачи все, они боятся сюда подниматься. Я у детей не была три года наверху. Потому что страшно было по той ходить, а по этой вообще. И вот нам обещают, обещают, обещают. И нету никаких результатов. Если горжилная инспекция считает, что по этой лестнице можно ходить, и что она в рабочем состоянии, то я приглашаю их буквально в первый заморозок. Пускай они со своими детьми пройдут по ней. И посмотрим, насколько они будут считать, что она в рабочем состоянии. Глазя ржавого никто не убил. Крышу мы сами кроем. Мушку кроет, покупает. Вот побелились сами. Все делает абсолютно сам муж. Почему должны платить кому-то? 600 рублей в месяц.